Дефицит больничной кассы Дефицит за следующий год сократился бы даже до 1,6 миллионов евро. Более того, можно еще успеть улучшить и нынешнюю ситуацию, и сейчас для этого разрабатывается несколько дополнительных предложений. Правда, при снижении затрат нас ждут и непопулярные решения, которые могут прийти с не по душе многим больным. Например, многим теперь придется отказаться от привычных лекарств, поверив, что более дешевые аналоги ничем не хуже. Для снижения затрат больничной кассы было одобрено исключение и списка льготных лекарств, дорогостоящих препаратов, у которых имеются дешевые аналоги. Это дало экономии в 0,8 миллиона евро. Кроме того, с 1 октября снизится ставка цен на многие лекарства. Эффект от этих мер, скорее всего, будет заметен не к концу этого года, но точно в следующем году. Больницам тоже придется потуже подтянуть пояса. Хотя Совет больничной кассы не поддержал сокращение выплат больницам в четвертом квартале, было решено снизить так называемые коэффициентные переработки, то есть дотации лечебным учреждениям. Это, по словам Осиновского, должно дать экономию порядка 5 миллионов евро в год. В результате этих мер дефицит больничной кассы за этот год сократится примерно наполовину. Министр добавил, что в правительстве обсуждались и другие изменения. Например, планируется комплексно пересмотреть систему участия пациента в оплате лекарств. А также поступило предложение сократить число не требующих направления семейного врача случаев. То есть попасть к специалисту, пока не называется к какому, можно будет только с благословения своего семейного врача. А вот забастовщикам, которые просили поднять зарплаты чуть ли не на треть, пока утешится нечем. На данный момент неизвестно, какое воздействие на бюджет следующего года окажут переговоры о зарплатах работников здравоохранения. Разные группы работников выступают с разными требованиями. Эти требования достигают 32% в год или даже 54% за два года. Вообще, рост зарплат работников здравоохранения необходим, поскольку он снижает эмиграцию из Эстонии. Но очевидно, что наша система все же не выдержит столь высокого, а именно 30% роста заработной платы. Асиновский также выделил тему долгосрочного изменения системы финансирования больничной кассы, сказав, что соответствующие предложения подготовлены и уже представлены правительству. Но болеют-то люди и нуждаются в лечении не только в долгосрочной перспективе, но здесь и сейчас. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин